Здравствуйте! Сейчас я вам прочитаю сказки Ханс Христианс Андерсена «Огниво». Шел солдат по дороге. Раз-два, раз-два. Ранец за спиной, сабля на боку. Он шел домой с войны. На дороге встретилась ему старая ведьма. Уж такая безобразная. Нижняя губа свисала у нее до самой груди. Здорово, служивый, сказала она. Какая у тебя? Славная сабля. А Ранец-то какой большой. Вот бравый солдат. Ну, сейчас ты получишь денег, сколько твоей душе угодно. Спасибо, старая ведьма, сказал солдат. Видишь вон то старое дерево, сказала ведьма. Показывай на дерево, которое стояло неподалеку. Оно внутри пустое. Заберись наверх, увидишь дупло, влезь в него и спускайся до самого низа. А перед тем я обвяжу тебя веревкой вокруг пояса. Ты мне крикни, и я тебя вытащу. Зачем мне туда лезть? Спросил солдат. За деньгами, сказала ведьма. Знай, что из дупла ты попадешь в большой подземный ход. В нем горит больше сотни ламп. И там совсем тепло. Перед тобою будут три двери. Ты можешь отворить их. Ключи торчат снаружи. Войди в первую комнату. Посреди комнаты увидишь большой сундук. А на нем собаку. Глаза у нее словно чайные чашки. Но ты не бойся. Я дам тебе свой синий клетчатый передник. Расстели его на полу. А сам живо подбеги и схвати собаку. Посади ее на передник. Открой сундук и бери из него денег в волю. В этом сундуке одни медики. Захочешь серебра, вступай в комнату рядом. Там сидит собака с глазами, как мельничные колеса. Но ты не пугайся. Сажай ее на передник и бери себе денежки. А захочешь, так достаньше золота. Сколько сможешь увезти. Пойди только в третью комнату. У собаки, что сидит там на деревянном сундуке, глаза каждый с круглую башню. Вот эта собака, так собака. Да ты ее не бойся. Посади на мой передник, и она тебя не тронет. А ты бери себе золото, сколько захочешь. Оно бы не дурно, сказал солдат. Но что ты с меня за это возьмешь, старая ведьма? Ведь что-нибудь да тебе от меня нужно. Я не возьму с тебя ни полушки, сказала ведьма. Только принеси мне старое огниво. Его позабыла там моя бабушка, когда спускалась в последний раз. Ну, обязывай меня веревкой, приказал солдат. Готово, сказала ведьма. А вот и мой синий клетчатый передник. Солдат влез на дерево, спустился в дупло и очутился, как сказала ведьма, в большой галерее, где горели сотни ламп. Он открыл первую дверь, ох, там сидела собака с глазами, как чайные чашки, и таращились на солдата. Вот так молодец, сказал солдат. Посадил пса на ведьмин передник и набрал полный карман медных денег. Потом закрыл сундук, опять посадил на него собаку и отправился в другую комнату. Ай-ай, там сидела собака с глазами, как мельничные колеса. Чего ты на меня уставилась? Глаза заболят, сказал солдат и посадил собаку на ведьмин передник. Увидев в сундуке огромную кучу серебра, он выбросил все медики и набил оба кармана и ранец серебром. Затем солдат пошел в третью комнату. Фу ты, пропасть! У этой собаки глаза были, ни дать ни взять, две круглые башни и вертелись точно колеса. Мое почтение, сказал солдат и взял под козырек. Такой собаки он еще не видывал. Долго смотреть на нее он, впрочем, не стал, а взял, да и посадил на передник и открыл сундук. Батюшки, сколько тут было золота! Он мог бы купить на него весь Копенгаген, всех сахарных поросят у торговки сладостями, всех оловянных солдатиков, всех деревянных лошадок и все кнутчики на свете. На все хватило бы. Солдат выбросал из кармана и ранца серебряные монеты и так набил карманы, ранец, шапку и сапоги золотом, что еле-еле мог двигаться. Ну, наконец-то у него завелись деньжата, денежки. Собаку он опять посадил на сундук, потом захлопнул дверь, поднял голову и закричал. «Тащи меня, старая ведьма!» «Огниво взял?» – спросила ведьма. «Ах, черт! Чуть не забыл!» – сказал солдат, вернулся и взял огниво. «Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дороге. Только теперь и карманы его, и сапоги, и ранец, и фуражка были набиты золотом. «Зачем тебе огниво?» – спросил солдат. «Не твое дело!» – ответила ведьма. «Получил деньги и хватит тебя. Ну, отдай огниво!» «Как бы не так!» – сказал солдат. «Сейчас говори! Зачем тебе оно?» «Мне-то вытащу саблю, и я отрублю тебе голову!» «Не скажу!» – уперлась ведьма. Солдат взял и отрубил ей голову. Ведьма повалилась мёртвая, а он завязал все деньги в её передник. Взвалил узел на спину, шунул огниво в карман и зашагал прямо в город. Это был прекрасный город. Солдат остановился на самом дорогом постоялом дворе, занял самые лучшие комнаты и потребовал все свои любимые блюда. Ведь он стал богатым. Слуга, который чистил приезжим обувь, удивился, что у такого богатого господина такие плохие сапоги. Но солдат ещё не успел обзавестить новыми. Зато на другой день он купил себе и хорошие собаки, и богатые платья. Теперь солдат стал настоящим барином. И ему рассказали обо всех чудесах, какие были тут в городе. И о короле, и о его прелестной дочери, принцессе. «Как бы её увидеть?» – спросил солдат. «Этого никак нельзя», – сказали ему. «Она живёт в огромном медном замке, за высокими стенами и с башнями. Никто, кроме самого короля, не смеет туда войти, не выйти оттуда. Потому что королю предсказали, будто дочь его выйдет замуж за простого солдата. И король этого не любит. Вот бы на неё поглядеть», – подумал солдат. «Так кто же бы ему позволил?» «Он был весело, ходил в театры, ездил купаться в королевский сад и раздавал деньги бедным. И хорошо делал, он ведь по себе знал, как его сидеть без гроша в кармане. Теперь он был богат, прекрасно одевался и приобвёл очень много друзей. Все они назвали его славным малым, настоящим кавалером. А это ему очень нравилось. Так он все тратил, да тратил своё золото. А вновь там взять было ниоткуда. И осталось у него, в конце концов, всего-навсего две денежки. Пришлось перебраться из хороших комнат в крошечную коморку под самой крышей. Самому чистить себе сапоги и даже латать их. Никто из друзей больше не навещал его. Уж очень высоко было к нему подниматься. Раз как-то вечером сидел солдат в своей коморке. Совсем уже стемнело, а у него не было денег. Даже на свечу он и вспомнил про маленький агарочек и огниво, которую он взял в подземелье, куда спускала его ведьма. Солдат достал огниво и агарок, но стоило ему удариться по кремню, как дверь распахнулась, и перед ним очутилась собака с глазами. Точно, чайные чашки, та самая, которую он видел в подземелье. Что угодно, господин, пролаяла она. Вот так история, сказал солдат. Огниво-то выходит, прелюбопытная вещица. Я могу получить все, что захочу. Эй ты, добудь мне денежек, сказал он собаке. Раз, ее уж и след простыл. Два, она опять тут как тут, а в зубах у нее большой кошель, набитый медью. Тут солдат понял, что за чудное у него огниво. Ударишь по кремню. Раз, является собака, которая сидела на сундуке с медными деньгами. Ударишь два, является та, которая сидела на серебре. Ударишь три, прибегает собака, что сидела на золоте. Солдат опять перебрался в хорошие комнаты. Встал ходить в щеголочном платье. И все его друзья сейчас же снова узнали его и ужасно полюбили. И однажды он подумал, как это глупо, что нельзя видеть принцессу. Такая красавица, говорят. А что толку? Ведь она век свой сидит в медном замке, за высокими стенами с башнями. Неужели мне так и не удастся поглядеть на нее хоть одним глазком? Ну-ка, где моя огниво? И он ударил по кремню раз. В тот же миг перед ним стояла собака с глазами точно чайной чашки. «Сперк, правда, уж ночь», — сказал солдат. «Но мне до смерти захотелось увидеть принцессу хоть на одну минуточку». Собака сейчас же за дверь. И не успел солдат опомниться, как она явилась с принцессой. Принцесса сидела у собаки на спине и спала. Она была чудо, как хороша. Всякий сразу бы увидел, что это настоящая принцесса. И солдат не утерпел и поцеловал ее. Он ведь был настоящий солдат. Собака отнесла принцессу назад. И за утренним чаем принцесса рассказала королю с королевой, какой она видела сегодня ночью удивительный сон про собаку. И солдата, будто она ехала верхом на собаке. А солдат поцеловал ее. «Вот так история», — сказала королева. И на следующую ночь к постели принцессы приставили старуху-фрелину. Она должна была разузнать, был ли это в самом деле сон или что-то другое. А солдату опять до смерти захотелось увидеть прелестную принцессу. И вот ночью опять явилась собака. Схватила принцессу и примчалась с ней вовсю прыть. Но старуха-фрелин надела непромокаемые сапоги и пустилась в догонку. Увидев, что собака скрылась с принцессой в одном большом доме, фрелина подумала, «Теперь я знаю, где их найти». Взяла кусок мела, поставила на воротах дома крест и спокойно отправилась домой спать. Но собака, когда понесла принцессу назад, увидела этот крест, тоже взяла кусок мела и поставила крестов на всех воротах в городе. Это было ловко придумано. Теперь фрелина не могла отыскать нужные ворота. Повсюду белели кресты. Рано утром королевы старуха-фрелина и все офицеры пошли посмотреть, куда это ездила принцесса ночью. «Вот куда!» – сказал корел, увидев первые ворота с крестом. «Нет, вот куда муженёк!» – возродила королева, заметив крест на других воротах. «Да и здесь крест!» – и здесь зашумели другие, увидев кресты на всех воротах. Тут все поняли, что толку им не добиться. Но королева была женщина умная, умела не только в каретах разжижаться. Взяла она большие золотые ножницы, изрезала на лоскутке целую штуку шелковой материи, сшила крошечный хорошенький мешочек, насыпала у него мелкие крещневые крупы, привязала его на спину принцессы и потом прорезала в мешочке дырочку, чтобы крупа могла сыпаться на дорогу, по которой ездила принцесса. Ночью собака явилась опять, посадила принцессу на спину и понесла к солдату. Солдат так полюбил принцессу, что даже готов был стать принцем, лишь бы ему жениться на ней. Собака не заметила, что крупа сыпалась за нею по всей дороге от самого дворца до окна солдата, куда она прыгнула с принцессой. По утру королевы сразу узнали, куда ездила принцесса, и солдата посадили в тюрьму. Ух, да чего же так было тесно и скучно! Ух, да чего же там было скучно и темно! Засадили его туда и сказали, завтра утром тебя повесят. Не весело было солдату услышать это, а гниво свое он забыл дома, на постоялом дворе. Утром солдат подошел к маленькому окошку и стал глядеть свою железную решетку на улицу. Народ толпами валил за город смотреть, как будут вешать солдата. Били барабаны, проходили полка, все спешили, бежали бегом. Бежал и мальчишка, сапожник, кожаным передники. Он мчался в прыжку. Одна туфля слетела у него с ноги и ударился прямо о стену, у которой стоял солдат, и глядел в окошко. «Эй, ты куда торопишься?» крикнул мальчику солдат. «Без меня ведь дело не обойдется. А вот, если сбегаешь туда, где я жил, да за моим огнивом получишь четыре монеты. Только живо!» Мальчишка был не прочь получить четыре монеты. Он стрелой пустился за огнивом, отдал его солдату и... А вот теперь послушаем. За городом построили огромную виселицу. Вокруг стояли солдаты и сотни тысяч народу. Король и королева сидели за роскошным... Король и королева сидели на роскошном троне прямо против судей и всего королевского совета. Солдат уже стоял на лестнице, и ему собирались накинуть веревку на шею. Но он сказал, что прежде чем казнить преступника, всегда исполняет какое-нибудь его желание. А ему бы очень хотелось выкурить трубочку. Это ведь будет последняя его трубочка на этом свете. Король не посмел отказать в этой просьбе, и солдат вытащил своё огниво. Ударил по крымню раз, два, три. И перед ним пристали все три собаки. Собака с глазами, как чайная чашка, собака с глазами, как мельничные колёса, и собака с глазами, как круглая башня. А ну, помогите мне избавиться от петли, приказал солдат. И собаки бросились на судей, на весь королевский совет. Хватали того за ноги, того за нос, да швыряли кверху на несколько сажен. И все падали и разбивались в дребезги. Не надо, закричал король. Но самая большая собака схватила его вместе с королевой и подбросила их кверху вслед за другими. Тогда солдаты испугались, а весь народ закричал, «Служивый, будь нашим королём и возьми за себя прекрасную принцессу!» Солдата посадили в королевскую карету, и все три собаки танцевали перед ней и кричали «Ура!». Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот. Солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой. Тем была очень довольна. Свадебный пир продолжался целую неделю. Собаки тоже сидели за столом и таращили глаза. Вот и сказочки мои к конец. А кто слушал, молодец!